Новая галактика на рынке. Самсунг начал продавать свой смартфонный флагман. Поле чудес с яблоками 38 миллионов Apple потратила за месяц на рекламу часов. Его представили в первые дни весны, и вот он в продаже. Многие наверняка знают, это о флагмане линейки смартфонов от Samsung Galaxy S6. Однако на той самой выставке Mobile World Congress публики показали и One M9, лучший и самый новый из умных телефонов HTC. Для тех, кто в ближайшее время собрался купить телефон, сложная пора. Придется выбирать между тремя самыми-самыми на рынке. Третий — это, конечно, iPhone шестого поколения. В крупных магазинах бытовой электроники в Европе и США нынче многолюдно. Тут и покупатели, и журналисты. Им не терпится сделать побольше снимков шестой галактики вживую. Оценить экран, заметить подтормаживание в играх и разглядеть шумы на фотографиях передней и задней камер. Новинки придется постараться завоевать покупателя, ведь в конкурентах S6 еще два весьма хороших телефона от HTC и Apple. И топ-менеджмент Samsung наверняка очень переживает. Яблочникам в этом году удалось сместить южнокорейскую корпорацию с вершины рейтинга продавцов смартфонов. Доля компаний на рынке снизилась с 29% — это данные за апрель 2013-го — до 19% в этом году. Apple опередил корейцев на половину процента. Это соперничество было всегда. Все эти компании довольно сильны, они традиционно выпускают свои главные новинки в одно и то же время. И теперь конкуренция только усилится. Любопытно, что если говорить о материалах корпуса, три флагмана почти близнецы. В этот раз Samsung отошел от традиции в использовании пластика и теперь самый дорогой телефон в линейке из алюминия и стекла, как iPhone и HTC One. Впрочем, мы знаем все характеристики этой троицы. И можно говорить, что у Samsung был своеобразный козырь в рукаве. И теперь этот козырь тоже продается. Galaxy S6 Edge отличается оригинальной формой. Его искривленный экран позволяет увидеть уведомления, информацию о заряде батареи и другие данные, даже если аппарат лежит экраном вниз. Стоит упомянуть и о камерах. Шестая галактика может запечатлеть мир в снимках с разрешением 16,5 Мп для задней и фронтальной камер соответственно. Любопытно, что и HTC отошла от концепции своих крупных пикселей в камерах мобильников. Их тайваньцы окрестили ультрапиксель. У M9 камера на 21 миллион точек, так что и HTC теперь участвует в гонке мегапикселей. Это не всегда умное решение, но зато мы получили камеру гораздо лучше, чем у M8. Это соревнование HTC и Samsung с Apple может принять весьма любопытный оборот. В гонке смартфонов темной лошадкой, которая перетянет на себя часть покупателей, могут стать часы. Во-первых, девайс от купертинской корпорации уже ждет изрядная доля фанатов бренда, а во-вторых, ждут они его неспроста, ведь на продвижение Apple Watch потрачено уйма денег. Агентство Reuters опубликовало материал, в котором указано, что корпорация Apple потратила за прошедший месяц аж 38 миллионов долларов на продвижение своих умных часов. Для определения этой цифры был проведен мониторинг разного рода объявлений и медиакомпаний. Для сравнения приводятся и другие цифры. 42 миллиона долларов США столько яблочники потратили на рекламу шестых айфонов, но не за один месяц, а за пять. Впрочем, стоит оговорить, что презентация очередного яблофона – это всегда ожидаемое событие. О самых интересных новостях из мира хай-тек вы узнаете каждый день, просто смотря выпуски проекта ProNet. В эфире телеканала 24KZ или на наших страницах в социальных сетях. Не пропустите новый выпуск уже завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова